Добрый вечер. Я Татьяна это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событиях 23 апреля. В столице наводнения случались многократно. На протяжении веков паводковые воды затопляли низменные местности возле Москвы реки и ее притоков. Первое документальное сообщение о наводнении относится к 15 веку. Случилось это наводнение в 1496 году, после холодной зимы и больших снегов, наступила Великая Паводь. Паводи случались часто, и в 18 веке решено было создать сеть обводных каналов. Но из всех задуманных проектов был осуществлен лишь один – водоотводный канал, который защищал район улиц Бахрушина, Новокузнецкой, Пятницкой, Якиманских. Но одно из самых больших наводнений произошло в Москве весной 1908 года. Оно началось 10-23 апреля и продолжалось несколько дней. Разлив реки наступил чрезвычайно поздно, но при этом принял чудовищные размеры, превзошедшие все ожидания. В результате разлива рек Москвы, Яузы и водоотводного канала была захвачена значительная площадь, почти пятая часть всей площади города. Особенно пострадали пять участников по правую сторону реки Москвы, второй Хамовнический, оба участка Якиманской части и оба участка Пятницкой. Дома Дорогомилова и Замоскворечья, стены Кремля были затоплены в среднем на 2,3 метра от уровня местовой. Вода реки по сравнению с ее летним уровнем поднялась на 9 метров. Залитые водой улицы были непроходимы, без действовала конка. Из разных частей Москвы, перерезанных наводнением, горожан перевозили туда и обратно через мосты на телегах и пролетках извозчики. По улицам, между домами, жители развозили ладочники. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.